всех приветствую три причины почему я решил опять собственно говоря обратиться к теме крючков первое это сам лопухнулся на грибном из-за чего в принципе рыбалка себе испортил поклевки были реализация была никакой второй момент вот за вчера общались с валерой гаврилом и ловилом на москве реке поклевок море реализация нулевая и вот он не сказал что начало 12-го в результате перепробовал 14 16 18 и нихрена не помогло ну и третье контрольно за силами в голову это голову это иваныч выложил вчераший ролик как он своей стране ос ловил рыбу рыба там до хрена и вот он решил уклеечки на жарёх на ловить при этом сейчас говорит возьму крючок 18 номер одного опарыша и пойду плющик уклеить так вот давайте вот мое мнение да поэтапно что надо делать чтобы собственно говоря избавиться от проблем с реализацией на самом случае попробуйте это решить первое самое главное как я теперь понял 1 2 поклевки но две точно первым делом проверяем остроту крючка как бы вы не подобрали правильный крючок какой бы он шикарный крючок не был изначально вот то как повторюсь крючок держит остроту во время ловли это для меня самое главное так вот почему не сразу я догадался поменять место да и пошел неверным путем собственно говоря это то что провел мягкое дно засады никакой нет и собственно говоря поэтому-то мне в голову эта мысль не пришла вот кстати вчера виталий колганов выложил ролик почему я на грибной то и ломанулся дело в том что было два варианта один из них грибной вот накануне рыбалки звонил лёшу кузнецову виде канал алекс фишн тиви приглашал его но он за день до этого накидался на канале и не поехал вот он мне рассказал что юрий сердцов был на канале и выложил собственно говоря фото но я посмотрел хороший улов приехал сел практически в том же месте где сидел юра ну кроме информации что три килограмма прикормки и 5 килл грунта больше ничего не было увидел что штык чуть не 13 метров так оказалось ну и в общем то практически на то же месте на той дистанции я ловил и но если я думаю что он явно крючок на одно не клал юра и видим у него из-за этого проблем с крючками не было но я мою на фидер так вот сама главная острота далее форма но ребят вот эти все траблы траблы да с подбором формы цвета цвет но вот уже говорил что да порой вот и сам сталкивался и слышу что на определенного цвета крючки рыбу не клюет то есть один из вариантов один из вариантов да говорится как говорится попробовать свет но это уже грубо говоря после форма вот что предлагаю вот начать с крючков вот вот я предпочитаю да то что а ла раунд классик вот в принципе с реализацией как я на эти крючки перешел да гамакатс но 13 10 я 3 на 12 лай вот вот проблем с реализацией не стало если ловишь не в засадном месте потому что вот одна рыбалка была на головинском пруду где там только менюки то ли ракушка великом количестве и вот вторая была вот собственно на грибном почему там крючки купились я так и не понял вот кстати виталий колганов он выбрал дистанцию порядка 30 метров так вот он мерил дно как раз эти дробастеры да то есть ракушка то ли и каменюки потом участок чистого дна и опять вроде как пошли каменюки вот он именно выбрал место собственно говоря вот где это каменюки нет потому что на камень на камнях и либо на ракушке ловить это ужас знаю по себе а так вот если вы хотите ловить разнорыбицу да вот либо классика либо повторюсь софт либо кристалл эти все варианты загибами крючков с отводом жало сторону это вот карповая карасина темы но если вы хотите ловить разнорыбицу и по самому опыту и там других вот это самые правильная форма крючков далее размер торчит толщина проволоки ну вот ребят сейчас 6 что мая вода стремительно нагревается рыба становится активная сейчас от нереститься отболеет и за лето за лето у рыбы задача одна на нагулять собственно говоря жир долгой зиме все рыба активно питается вода теплая вот для тех кто не знает процесс пересчеварения пищи у карповых а карповые это все вот кулейка густера лещи платва карп карась все это карповые процесс пищеварения рыбы происходит в пищеводе поступает в пищевод что-то типа нашего желудочного сока и пищевод сокращается и чем теплее температура тела рыбы а рыбы существа хладнокровные температура тела зависит от температуры воды так вот чем теплее температура тела рыбы тем вот эти вот собственно говоря сокращение быстрее соответственно процесс переваривания пищи происходит тоже быстрее вот уж до кучи да вот опять же на смотрится спортсменов мотель опарыш там черт ну перловка с кукурузой практически никого не увидишь так вот ребят вот это вот мясо да что он для вас не зря это зовут мясо это только для того чтобы рыбе набрать сил то есть да где-то на течение насильном где рыбе приходится тратить на это силы там да там животина вместе с растительными насадками работать если стояк слабое течение особенно стояк где рыба если она там не перемещается там водоем уж совсем там на большое расстояние да то ей не столько нужно мясо сколько нужно нагулять жир а жир это булки грубо говоря да почему я все время говорю что я по теплой воде без перловки и без кукурузы или я не ешь вот был показательный случай позапрошем году были мы на рыбалке два дня до проблем были захлестами там прочим фиксации там еще чем но практически вся рыба была вылована исключительно на кукурузу а и а и 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 попробуйте да вот я кстати ванчу посоветовал когда он решила эти уклейки но явным и мелкой клейка не нужно нужна крупная уклейка вот чтобы я сделал да я реже все повесил бы более крупный крючок наш поверьте мне активная активная уклейка 12 номер крючка не боится абсолютно и попробовал повесить перловку работал бы там перловка или нет но рыбы там валом хоть вода прохладная но вот уже больше недели назад да я в конце апреля до 28 апреля был то есть вода еще прохладная довольно таки но две плотвы на перловку собственно говоря поймал так вот что касаемо повторюсь размера толщины проволоки вот в каком случае я бы взял из тонкой проволоки а когда ловлю на мотеля б возможно по холодной воде взял бы маленький и из тонкой проволоки и третий случай это опять же если довольно квелая рыба довольно довольно крылая рыба да и берет она в ярусе то возможно повесить маленький крючок из тонкой проволоки просто чтобы он дольше тонул и естественный выглядит повторюсь опять же когда тоже уклейка активно летом когда приходит в количестве ей по барабану как у вас там крюк и из какую собственно проволоки так вот я даже по холодной воде начинаю 12 крючка вот вариант вариант да тут как бы два варианта начать с маленького из тонкой проволоки и если будут проблемы с реализацией то попробуй собственно говоря крючок увеличить почему потому что большому крючку у большого крючка гораздо больше шансов зацепиться во рту у рыбы особенно это касается леща да если плотва там берет корм там с 1 или где-то в ярусе вот и дерг с точки то лещ . карп карась крупные они пылесосы да он вместе с грунтом хапает там чего попало и потом пробует съедобно это или нет так вот тот момент может быть когда он выплевывает ваш крючок как раз у большого крючка шансов зацепиться за губу гораздо больше поверьте так вот это первый вариант вариант второй начать с крупных крючков крупных крючков но это в основном холодной воды касается да и либо при отсутствии клёва попробовать крючок уменьшить либо если кто-нибудь рядом сидит да я вот со скольким попечками ездили все вот но 14 ты что это самый большой посмотреть как дела идут в него если у него на маленький крючок у вас на большие то попробуй поменять на крючок более мелкий то есть вот второе да это форма размер толщина проволоки ну и последнее о чем сказал да ну с формой можно может быть поиграться но повторюсь вот с классикой вот меня такого не было что здесь была реализация хреновая на какой-нибудь суд реализация была хорошая какого черта я на гребном начал по кругу пускать эти крючки но повторюсь лопухнулся первым делом нужно было проверять остроту и сменить чертовы мать ребят они заниматься вот этой всей фигней который занимался я я назвал вы нас мозг на самом деле но если поначалу плотва да там мозг уносила в том плане что непонятно было на какую наживку и насадку его ловить то потом принципе поклёхки пошли собственно говоря уже без такого геморрой но вот мозг вынес себе я просто не поняв то о чем я вам сейчас говорю хотя вроде все это большом счету знал и давно и тем не менее ну и понятное дело да если вы ловите на ботеля это один вариант если вы ловите на кукурузу то можно крючки смело ставить более толстые то есть меньше шансов что при забросе собственно говоря ваш там какая-то перловка или кукурузу собственно выросли вот все наверно да ребят ей богу но вот послушайтесь доброго совета попробуйте сделать то что я вам говорю убедитесь что вот эти вот играть на ровном месте вот в эти мелкие крючки из тонкой проволоки разогнуться могут на крупной рыбе и все что угодно ну ни к чему это абсолютно да вот повторишь на сколько не ездил до как-то не было такого дошла 16 номером клюет а у меня с 12 до кучи да вот опять посмотрел шоу юры что улетали на гребном 007 леска но не знаю опять же когда-либо сам столкнусь до либо кто-то будет рядом сидеть с 08 а я с 0 1 не открывать не будет тогда я может быть начну но опять же да черт его знает можно начать там с 007 грубо говоря да если клюет на 007 поставьте 011 который ловить по-любому легче который меньше кемороя и то это у нас здесь подмосковье 011 где-нибудь там на украине по теплой воде скажи 011 покрут там до рыбителя у тебя у виска пальцем скажешь совсем больной что там 014 016 считается тонкий ну и опять же да посмотрите на салат она да понятно что не всегда 025 022 тут в прошлом году на дамбе финского залива сидел рядом чемпиона мира ловил не зашел до 018 ну чё-то там наколбасил хотя тяжко ему было бы в темпе ловить не умеет ну это уже так кем не относится ну все наверно и так на 15 минут наговорил надеюсь в очередной раз что кому-то было интересно имен сначала pink the the Субтитры подогнал «Симон»